Всем привет! Всех рады приветствовать на своем канале. Сегодня мы с мужем будем проверять рецепт, который мы чисто случайно, да, всем привет, увидели на просторах интернета. И лично я хочу сказать изначально, что я в него не верю. А я верю. Да, у нас, в общем, мы заключили пари такое с супругами, решили проверить его с вами, с моими подписчиками. Мы заодно, может быть, уберечь, а может быть, наоборот, подсказать вам идею трех закусок, основанных, в общем, в базе этих закусок, чипсы. Давайте начнем с того, что нам понадобится. Вы видите перед собой у нас лейс, чипсы, кстати, это нифига не реклама, с солью, сыром, итальянские колбаски. Изначально в рецепте первоначальном был барбекю. У нас мы в магазинах нигде не смогли найти, что нашли, то и купили. Ну, это похоже. Да, похоже. Копченая, в общем, мы решили, я просто имею в виду, что если мне напишут, Марина, у тебя не получился рецепт, потому что там были чипсы барбекю. Я все-таки надеюсь, что это не настолько, в общем, важно, потому что мы подбирали, старались. Значит, дальше из ингредиентов тертый сыр, петрушечка, ветчина, жареная грудка, сжаренный лук, сырокопченая колбаса и барабанная дробь и куча хейтеров, hello, 12 яиц. Я понимаю, что мне сейчас все напишут, Марина. Где мы возьмем 12? Они же продаются по 10. Вы что с мужем хотите заработать болезнь и вот как она называется? Холестерин в крови подскочит. Да, да, да. Ну, в общем, вы, еще раз я напоминаю вам, что мы с супругом просто проверяем. Я не топлю как бы за этот рецепт, просто я иногда в шоке с того, что как бы показывают какие-то рецепты, которые, ну, реально разум отключается, при том, когда ты смотришь их. Короче, меньше слов, больше дела. Начинаем манипуляции с чипсами. В первую очередь нам нужно их всех раскрыть, открыть и помять. Сначала помять, а потом открыть. Ну, в общем, тут как бы я не думаю, что последовательно семей действует. Ты имеешь в виду, что если мы будем мять в закрытой упаковке, будет проще, да? Мне кажется, да. Ну, значит, давайте будем мять в закрытой упаковке. Еще одно парень. Да, да, да. И я постараюсь вам снять, как мы это будем делать. Итак, мы помяли с мужем. Кстати, выяснили, что и в закрытой, и в открытой упаковке получаются примерно одинаковые. И оставляем чипсы прямо в упаковках. Не перекладываем их ни в какую-то другую емкость. Итак, мы помяли чипсы. И теперь самое интересное. К чипсам классическим, в нашем случае это чипсы с солью, мы добавляем петрушку и колбаски. К итальянским колбаскам мы добавляем сыр и куриную грудку. И к чипсам с сыром мы добавляем ветчину и лук. Мы, кстати, это очень долго выясняли, потому что на этих гифках всегда, как правило, написано не на русском. В нашем случае было написано на французском, итальянском, испанском, на разных языках разные ингредиенты. И ничего не понятно, поэтому я так акцентирую внимание. Примерно мы добавим всех ингредиентов одинаково. Не обращайте внимания, что у нас кажется, что их не одинаково. Не переживайте, они не пропадут. Да, они не пропадут, эти ингредиенты. Давайте начнем с... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак, как вы видели, мы разбили 12 яйц, взбили их. Теперь мы размешаем все содержимое пакета от чипсов, чтобы вся наша начинка перемешалась между собой. И разольем эти яйца по пакетам. Кстати, на гифке не было понятно, каким образом они это сделали. Я предлагаю это сделать так. У меня есть такая ложечка от мультиварки. И мы будем наливать, в общем, пакет за пакетом, по одной ложке в каждый пакет, чтобы порционно разделить эту массу на три равные части. Ну, давайте приступим. Итак, из наблюдений. Походу в гифке были небольшие пачки чипсов, потому что нам кажется, что для такого объема чипсов 12 яиц маловато, если честно. Но мы не знаем еще. Результат мы поставили. Казан с водой, он должен закипеть. И мы в этих упаковках, загибая их, должны их поместить в казан с водой на 15 минут. Я сейчас вам это все продемонстрирую. Но я изначально не верила в эту идею. Сейчас я не то, что не верю, я просто вообще в шоке. Потому что, ну, я понимаю, что, скорее всего, ничего вообще не будет. Я все еще верю, что чудо произойдет. Чудо произойдет, ты веришь. Ну, ладно. Ну, у нас маленькие яйца были. Маленькие яйца? Ты еще хочешь сказать, что вопрос в яйцах, а не в том, что в гифке не указана громовка чипсов. Ну, и что же теперь сделаешь? Ну, по чипсам, там, когда люди делают, вот, ладонь, ширина пачки чипсов, ладонь. Вот такая пачка ширина. Ну, в общем, давайте смотреть. Вам в этом плане проще, потому что вы себе смотрите одним видео и понимаете. Может, у испанцев меньше насыпают чипсов в пачку? Да нет, я не думаю. Если честно, то как раз наоборот. Я не удивлюсь, что в России меньше чипсов. Потому что, как правило, во всех гипермаркетах испанцев, очень много блогеров, и итальянцев, и французов, у них точно такая же продукция, только не написано, ну, не на русском, а на другом языке. Ну, кстати, наверное, потому они использовали лейс, что, типа, это известная марка. Конечно, всемирно, конечно, всемирно, да, 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 да. Посмотрим. Я хочу сказать, что мы использовали огромные вот эти пачки, граммовкой. 150. 150 грамм. Да, 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 да. 150 грамм. Это пачка 225, и мы с ней отсыпаем. Вот. Так что давайте смотреть. Вот так это выглядит. Мы нашли только большой казан для этого. И, в общем, здесь находятся три пачки, как вы видите. Ну, как уложили. Ну, да, все. Вот. И они, в общем, на 15 минут у нас здесь помещены. Так, ну что? Прошло 15 минут, и мы хотим показать, что получилось, потому что мы же уже начали это неблагодарное дело. Так, давайте начнем с чипсов с сыром. Вообще, я не знаю, как это все вынимать. Типа там погибки, да, чипонки. Да, да, да. Погибки вообще, конечно... Опа. Ну, кстати... Снизу похоже. Да, снизу похоже. Погибки похожи снизу, да. Но... Но в гибке они резали эту закуску. Красота. И нанизывали ее на зубочистки. Давайте посмотрим с итальянскими колбасками. Я звоню друзьям. Да. Так, давайте. Так, ну... В общем, да. В общем-то, что хочется сказать, что верхние чипсы не скомпосировались, или как правильно? Не пропитались. Да, а нижние, да, нижние даже имеет форму, видите, закуска. Если это можно назвать закуской... Но осталась другая пачка. Ну, осталась третья пачка, да. Там мы, конечно, отъели чипсы. Та-дам! Чипсы сырятся. Ой, красивая какая. Красивая. Ну что, сейчас мы попробуем... Может, это должно остыть сначала? Ты думаешь, должно остыть там? Я бы назвал эту. Ну, вообще, там ничего про это не написано. Ну, давайте дадим остыть. Хотя, если честно, очень хочется. И, честно говоря, хочется попробовать. Не всем хочется. И, честно говоря, пахнет вкусно. Ну, по-моему, пахнет вкусно. Вот это из-за колбасы, мне кажется. Потому что была очень ароматная у нас колбаса. Ну, не прощаемся, в общем. Итак, ну что. Я попыталась все разрезать. В общем, хочется сказать, что если вдруг кто-то захочет это приготовить, в чем я сомневаюсь. Ну, во-первых, надо брать меньше чипсы. Это однозначно. Потому что вот это, как видите, я специально все оставила. Вот это все рассыпалось. Самый упругий и классный рулет получился с сыром. Но это было ожидаемо, так как связующим элементом был сыр. И, как бы, вообще, по идее, наверное, сыр надо было добавить во всем. Но самый главный минус этого блюда, и, как бы, тоже, который читается всеми, то, что очень все жирно. Очень все концентрировано вредно. Особенно вот этот рулет. Просто самый стрёмный жирный жир и яд, который только может быть, все здесь. Мы когда его доставали, мы думаем, что это за вода такая? Может, вода отчелочилась откуда-то? Может, попал пар внутрь пакета? Нет. Это когда нажимаешь, видите, выступает масло. Это жир. Потому что здесь еще и колбаса. Я люблю еду с маслом. Я люблю, когда, ну, не жирно там вообще-то, но чтобы было... За масло любят, за жирность еду. Ну, это просто даже для меня перебор. Я очень люблю, что у меня печень заболеет. Ну, в общем, ребятушки, отвратный рецепт в том плане, что, во-первых, ну, не то, что отвратный рецепт, просто по этим гифкам, вывод только один, что нифига не понятно, не на русском, без громовок, без всего. И в целом, если уж правде в глаза, то реально отвратный рецепт. Это для каких-то конкретно мужских пивных посиделок, когда люди вообще не берегут свое здоровье. Нет, это, скорее всего, знаешь ли, чего? Вот, я тебе примерно рассказывал, что может быть такой рецепт у студентов. А, ну, студентов, да, кстати. Нет посуды. Да, 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 да. Потому что я слышал, что готовили ребята, когда были, ну, студентами, готовили в пачке от чипсов доширак, который покупается не без коробки, а вот такие, знаете, самые дешевые, мивиновые, такой, мивимекс там или что-то, да? Самый простой, бросали в пачку от чипсов, варили его, и он запаривался. Здесь то же самое, если у вас нет посуды, студентики, пожалуйста, разбили яйцо в чипсы. Ну, кстати, это очень сытно. Сытно, сытно. Вот из этого масла, это будет очень... Вот это самое сытное, кстати. Вот это вот, да, потом звонят из больницы, говорят, вы знаете, ваш ребенок у нас, вот, забирайте к себе. Ну, в общем, вонь на всю квартиру от этих чипсов, если честно. Если вам было интересно, если вы хотите нас поддержать, обязательно поставьте... Если вам хочется еще такие же видео. Да, 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 если вы поддерживаете эту рубрику, обязательно поставьте пальчик вверх. Напишите ваше мнение вообще по этому поводу, готовили ли вы по гифкам. Мне вот интересно, были ли гифки, которые реально удавались, потому что, на мой взгляд, почему-то чаще всего эти гифки абсолютно провальные. Ну, в нашем, вот на моем опыте говорю, абсолютно субъективное мнение. Ребятушки, спасибо всем за внимание, спасибо, что посмотрели это видео. Ну, а мы, в общем, сейчас будем отмывать всю кухню, проветривать ее от этого чипсального настроения нашего. Батюшку позовем. Батюшку позовем, да. В общем, всем пока-пока и до скорых встреч. Пока!